Всем желаю доброго вечера. Это телеканал Бакан-24. Меня зовут Надежда Савельева. Конечно же, хорошего всем настроения и не переключайтесь. У нас вечерний эфир. В гостях сегодня в первом участке у нас Анна Качур, нутрициолог. Анна у нас уже была в эфире. Мы разговаривали про здоровое рациональное питание. А сейчас у нас впереди летний сезон. Сезон шашлыков, пикников и замечательного приятного отдыха. Поэтому будем разговаривать вообще о том, как правильно все это подавать, как правильно питаться летом, как не отравиться и много еще о чем будем говорить. 22-41-18, номер нашей студии. Если будут вопросы у вас, обязательно звоните к нам и обязательно задавайте. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам, уделили время свое в этот прекрасный вечер. Лето на носу уже буквально, ну все, погода летняя. Все уже мыслями в отпусках. Хочется узнать, а как же питаться летом. Во-первых, кстати, уже в жаркие дни чувствуется, что есть хочется меньше, чем в зимние прохладные, да, когда у нас вот мы замерзаем, приходим, думаем, так, чего бы такого жирненького съесть. Может, супчик, может, там еще что-то такое, там побольше мяса жирного, хочется, да, что-то такое согревающее, надолго насыщение, то, что нам дает, хочется узнать. То есть прислушиваться ли, кстати, к организму, если хочется мало есть, бывают люди, которые летом вообще ничего не едят, там могут на одном салатике помидорчики, огурчики, зелень и все. То есть какие есть рекомендации по питанию в летнее время? На самом деле питаться нужно всегда, сбалансированно и полноценно, независимо от сезона. Да, есть такой момент, что когда жарко, чего-то тяжелого есть не хочется, но совсем не есть ничего. Это тоже плохо, потому что организму нашему нужны определенные витамины, микроэлементы, энергия для того, чтобы мы с вами вообще могли работать, жить и отдыхать в том числе. Лето – прекрасная пора и прекрасная возможность для тех, кто, например, хочет внедрить в свою жизнь какие-то полезные привычки относительно питания, да, именно в летнюю пору начать это делать. Почему? Потому что основа рациона, она у нас достаточно стабильная, это какие-то белковые продукты, углеводы сложные и обязательно должно быть много зелени, овощей и фруктов. Ну а поскольку мы живем с вами в Сибири, то зимой у нас нет такого выбора богатого, да, все, что в магазинах есть, не всем доступно, к сожалению. Ну и вот сейчас как раз наступает тот самый момент, когда можно потихоньку себя приучать, употреблять в своем рационе больше зелени, больше овощей, больше фруктов и ягод. Потому что есть все это на грядке. Да, потому что у большинства есть огороды, дачи, друзья с огородами, с дачей, которые потом щедро делятся своим урожаем. И это замечательный такой момент, когда вы можете начать приучать свой организм, именно употреблять как можно больше овощей, фруктов, ягод, вот такой еды. Бывает такое, кстати, детки привыкают за лето, там, укропчик, еще какие-то распробуют салатики, а потом зима наступает, они такие, так, а я хочу вот такой вот салат. Ну вроде как на грядке нет, идешь в супермаркет и вот они просят уже там, вот хочу салат. Это очень здорово на самом деле, когда дети не боятся какие-то новые вкусы узнавать и пробовать. И те родители, которые предлагают своим детям большое разнообразие вот в этом вопросе, именно что касается овощей, фруктов, зелени, они большие молодцы. А знаете, самое интересное, что действительно, вот мы же своим примером, да, подаем питание, бывает, вот ты просто предлагаешь, ребенок не хочет, там, давай тебе рукколу, там, ну, яичницу жаришь, там, рукколу. А потом такое смотрят, так, ну, а что это такое, я тоже такую яичницу хочу, ну, на, попробуй. То есть дети смотрят на нас и, соответственно, если мы не употребляем какие-то продукты, гу потребовать от ребенка, что он будет это есть. Поэтому только через свой пример, и когда, ну, допустим, ко мне приходят клиенты с детьми именно, их немного, но они есть, и я всегда родителям говорю, что вот работа с вами прежде всего, потому что ребенок сам себе не покупает продукты, сам себе не готовит, и все зависит от родителей. Поэтому прекрасная пора, начинаем внедрять полезную привычку, употреблять 3-5 порций овощей каждый день, желательно с каждым приемом пищи, чтобы обязательно был какой-то салат или просто порезанные овощи, фрукты и ягоды. Но здесь нужно на некоторые вещи обращать внимание, мы, может, чуть попозже про это поговорим, как не набредить себе. Вот, а так, в целом, питаться так же, как в любое время года сбалансировано. И мясо нужно, и рыба нужна, и все остальные группы продуктов тоже. Ну, к фруктам, ягодам чуть позже вернемся, давайте перейдем к любимому блюду лета, и весной уже это все дело начинается, это шашлык, все его любят, каждый любит свой сорт мяса, так скажем, да, кто-то любит курицу, кто-то говядину, кто-то свинину. Но, тем не менее, нет, наверное, человека, который бы сказал, что он не любит шашлык, просто у каждого свои предпочтения и вкусы. Хочется узнать вообще, шашлык – это полезная или вредная еда? Если полезная, то какая полезная? Если вредная, то чего стоит избегать? Какие шашлыки лучше не есть? Может, из какого-то определенного мяса или не тем способом приготовлены каким-то неправильным? Ну, здесь нет каких-то таких прям четких рекомендаций, каких-то жестких ограничений, здесь вы ориентируетесь на свои предпочтения вкусовые, кто-то любит баранину, кто-то свинину, кто-то вообще жирное мясо не употребляет в пищу. Все есть яд, все есть лекарства, да, то есть главное – сохранять баланс, то есть вопрос дозы. Поэтому, если вы не злоупотребляете употреблением каких-то видов продуктов, да, то есть ничего страшного не будет. Любое мясо подходит для шашлыка, то есть какое вам больше нравится, какое вам больше вкусно. Если уж совсем докапываться, да, вот там, что вредно, что полезно, понятно, что вот эта корочка, которая образуется при жарке, которую мы все любим, да, но это не только шашлыков касается, это любая еда, которая у нас там жарится на сковороде, либо запекается в духовке. Вот эта корка, она не совсем полезна для нашего удочнокишечного тракта. Но, опять же, вы же не едите это там тоннами, килограммами. То есть если вы съели какое-то небольшое количество, то ничего страшного с вами не случится. Здесь нужно смотреть на ваше состояние здоровья. И если, допустим, вы понимаете, что вам нужно немножко ограничить там употребление жиров, а в мясе у нас насыщенные жиры в свинении, в говядине, то есть в любом случае там насыщенный жир, это не совсем полезно, то есть поэтому лучше ограничить, лучше перейти на более такое постное мясо, например, индейка или курица, либо из рыбы делать шашлыки, или из морепродуктов. Но, опять же, это не всем как бы доступно, да, вот, но в целом любое мясо, какое вам нравится, главное не злоупотреблять. И такой еще момент про шашлыки, наверное, с чем сочетать, да, вот тоже часто задают вопрос. Мы же на гриле можем не только мясо приготовить, мы можем запечь овощи. Прекрасное сочетание овощей на гриле, мясо на гриле, как можно больше зелени, овощей свежих, то есть это отличный вариант для пикника. Вот, ну, желательно, конечно, чтобы все это употреблялось в свежем виде. Вот вы приготовили и съели, чтобы не было такого, чтобы приготовили, оставили, да, и, то есть, хранится все очень недолго, и чтобы избежать отравления, каких-то проблем со стороны ЖКТ, лучше вот в свежем виде употреблять. Ну, и не забывать, конечно, если что-то осталось, тогда уже в холодильник убирать, чтобы не испортилось. Если подытожить, все-таки вред шашлыка, он зависит от определенного мяса и от порции. То есть, как вы сказали, если смотреть на то, какое мясо вреднее или полезнее, то лучше употреблять курицу или индейку? Нет, то есть я никогда не разделяю продукты на хорошие и плохие, то есть всегда очень важно ориентироваться на ваши предпочтения. Но если говорить о том, что есть люди, у которых, например, лишний вес, или, например, проблемы со здоровьем со стороны ЖКТ, повышенный холестерин у некоторых в крови, то есть здесь тогда лучше, конечно, минимизировать употребление жирных сортов мяса и отдавать предпочтение более постным. Смотрите, вы сказали, что шашлык лучше употреблять, ну, естественно, побольше овощей, тех же самых, приготовленных на гриле, и зелени. Если это будет без всего просто мясо, то есть что происходит, если мы употребляем с овощами? То есть такой баланс какой-то. Я всегда же говорила, что это баланс. Это баланс и овощи, да? То есть это больше пользы, меньше вреда, я правильно понимаю? Больше пользы, потому что вы таким образом поможете своему желудочно-кишечному тракту быстрее всё это переварить. Переварить? Потому что пища тяжёлая, мясо... Пища тяжёлая, мясо переваривается достаточно длительный промежуток времени, и у некоторых людей есть проблемы с перевариванием мяса, да? И поэтому вот, чтобы немножко как бы компенсировать, овощи, они помогают. Ну и насыщают это очень хорошо, да и просто вкусно. Что касается ещё сочетания, ну, любим иногда погрешить мы все сделать кетчуп и майонез, к примеру, соусы, да, сами там делаем, ну, к примеру, уже из готового. Ну, насколько это... Понятно, что это вредно, это нежелательно есть, но... Ну, опять же, мы не делим продукты на плохие и хорошие. Майонез, в принципе, это обычный соус, там, если разобрать его на состав, там, растительное масло, которое нам нужно, там, яйца, горчица и специи, всё. Ну, всё равно там много, да, в магазине. Там много жира, там много жира. И добавки тоже мы не всегда знаем. Делайте сами. И смотрим. А можете вот так вот на скидку рецепт майонеза домашнего? Растительное масло, вы готовите сами? Я иногда делаю. Давайте сейчас нашим телезрителям, ну, может быть, ну, не все готовили сами домашний майонез. Какой-нибудь такой простенький вариант. Я хожу, ну, примерно на 100 мл масла растительного, которое нерафинированное. Ну, то есть, такое вот. Да, да, нерафинированное. Холодное. Первый отжим, так скажем, да. Яйцо, ложка горчицы, не столовая чайная, немножко соли и лимонный сок. Всё это блендером взбиваете, пожалуйста. И всё, вот вам надо. Сколько он хранится, по-моему, в течение недели домашний, желательно его употребить. Ну, как бы быстро, да, то есть, там же нет консервантов никаких. Там нет консервантов. Но, по сути, как бы там ничего такого не домашнего. Много не делайте, просто по чуть-чуть. То же самое кетчуп. То есть, там, в принципе, ничего такого вредного нет. Просто, опять же, вопрос дозы. Сколько вы готовы это съесть? Если вы это едите не в больших количествах, то, пожалуйста. Соусы могут быть любые. И не обязательно бояться вот то, что в магазинах. То есть, не надо бояться. Ничего там такого криминального нет. А можем немножко подробнее остановиться на овощах? Насколько я помню, вот, например, помидоры, они полезнее после термической обработки именно, да? Ну, слышала такую историю. Действительно ли это так, что именно... На самом деле, очень много мифов, вот, вокруг темы овощи, фрукты, там, что можно, что нельзя. Ешьте все, что вам нравится. Здесь очень важно ориентироваться на ваши ощущения и на ваше состояние здоровья. То есть, есть такие продукты, фудмап их называют, фудмап, да, которые содержат в себе такие компоненты, вызывающие повышенное газообразование в кишечнике у нас, да? То есть, это может быть у любого человека. Просто кто-то более, так скажем, впечатлительный, да, в эту сторону, кто-то менее. То есть, на кого-то сильно повлияет, на кого-то нет. И некоторые овощи и фрукты как раз вот содержат очень много таких компонентов, которые мы с вами, как люди, просто не в состоянии переварить. И этим занимаются наши бактерии, которые живут в толстом кишечнике. Вот, поэтому, когда вы едите овощи и фрукты, желательно, чтобы вы отслеживали вот эту реакцию. Если все ок, если вам все нормально, вы себя чувствуете хорошо, пожалуйста, ешьте. Не важно там в каком виде, в сыром, в тушеном, запеченном. То есть, каждый выбирает способ обработки под себя. Кому-то зайдет картофель, там, отварной, кому-то запеченный. То есть, мы все разные, вкусовые предпочтения у всех разные. Каких-то, вот опять же, границ нет. Вот. И важно, чтобы вы для себя определили, что именно вам подходит. Вот если вам больше помидоры нравятся после термической обработки, ешьте. Но здесь нужно учитывать такой момент. Когда мы проводим тепловую обработку овощей, фруктов, из них часть витаминов мы потеряем. То есть, при термической обработке часть витаминов разрушается. Поэтому предпочтительнее с точки зрения насыщения нас витаминами, конечно, все в таком сыром, свежем виде употреблять. Вот. Поэтому тут смотрим. Если вернуться к шашлыкам, кстати, вот мы сказали, с чем лучше сочетать их. Да. А чего все-таки избегать? Ну, нежелательно много хлеба добавлять, да, лаваши, вот эта вся история. Ну, да, есть такая традиция тоже лаваша. Многие любят, да, завернуть в лаваш. Но опять же, вопрос дозы. То есть, если это раз в месяц, и вам было классно, и вы получили от этого удовольствие и кайфанули, да, пожалуйста. А если это каждую неделю, каждые выходные, то уже потом уже даст о себе знать пищеварительная система, да? Ну, вы можете, да, нарушение определенное заработать. Поэтому все есть. Хлеб убираем. Не то, чтобы мы его убираем, мы просто, ну, с шашлыками, с шашлыками. Да, я и говорю, что желательно. Напитки какие-то, я не знаю. Напитки, ну, опять же, нет каких-то жестких таких вот ограничений, рекомендаций. Пейте все, что вам нравится, соблюдайте. В принципе, питьевой режим летом обязательно, потому что идет... Мы нагреваемся, потеем, да, то есть фотоотделение. И чтобы у нас не было обезвоживания, жидкость нам просто необходима. То касается напитков, в принципе, ну, какие мы напитки с шашлыками? Давайте на лето сейчас посоветуем, вот что лучше, самим морсики какие-то варить. И вообще лучше всего чистая питьевая вода. Ну, это понятно. Вот это понятно. А если хочется фруктовое, ягодное, что-нибудь сладенькое для детей, да, например? Мы употребляем сладкие напитки, ну, с сахаром в составе, да, а мы еще больше рискуем перебрать по калорийности. Это жидкие калории, мы их не учитываем, и тем самым мы можем, как бы, ну, себе навредить, перепить вот этих вот сладостей. Поэтому предпочтение лучше отдавать чистой воде. Если вам вообще чистая вода никак не заходит, ну, вот есть такие люди, которые говорят, ну, не лезет она, вот вообще я не могу. Есть много вариантов эту воду сделать более вкусной. Лимончик туда отжимать. Лимончик, огурчик, базилик, мята, цитрус любой, апельсин. Не меняется ничего? То есть то же самое, что мы выпили бы обычную воду, и здесь вы не... Да, да. Просто появляется небольшой вкус воды, такой привкус, да, приятный. Пожалуйста, можете... Многие любят сейчас эфирное махло добавлять. Да? Пожалуйста, если вам это нравится и вам вкусно, ну, добавляйте. Ну, а если всё-таки мы хотим детям приготовить, ну, и себе тоже, там, какие-то морсики фруктово-ягодные, да? Пожалуйста, просто сахара поменьше и всё. Поменьше сахара? Поменьше сахара, потому что вы просто... Сахар, он везде. Если мы ещё будем детям, допустим, давать сладкие напитки какие-то, хоть домашние, хоть магазинные, просто перебор будет по сахару, что не есть хорошо. Вот и сухофруктов. Там они такие сладкие, получается, и без сахара. Можно, да. Но там перебор по сахару получается за счёт того, что сухофруктов... Ну, там натуральный сахар, так скажем, потому что сахар делят обычно на добавленную... Вот как вот натуральный сахар действует на организм? Ну, тоже же даёт нам полезно. Да, они нормально действуют. Просто, опять же, что такое сухофрукт? Это высушенные фрукты, да, или ягоды. Соответственно, было просто яблоко, усохло, яблоко-то тоже самое осталось, просто объём поменялся. А все вот эти, как бы, компоненты, они никуда не делись. Вот, к примеру, я сварила дома компот. Положила много сухофруктов, не добавляю сахар. Он ещё настоится, например, вечером он сварен, там, постоит, да, к примеру. За ночь настоится и такой сладкий, ну, к примеру, да, получается, без сахара. Выпиваю я там, ну, захотела там пару стаканчиков выпить. Я от этого наберу вес от такого сахара? Ну, если вы будете постоянно это делать, то вероятность такая есть. Дело в том, что вот те вещества, про которые я говорила недавно, да, фудмап, они и в сухофруктах-то тоже остаются, никуда не деваются. Соответственно, если у вас есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, например, да, у вас там суперчувствительный кишечник, то вы будете реагировать одинаково неприятно, хоть на сырое яблоко, хоть на печёное, хоть на пюре, хоть на сок, хоть на компот из сухофруктов. То есть здесь вот очень важно. Надо смотреть по ощущениям, как организовать. Да, да, да. Ну, два стакана, ну, если зараст, то это прям сильно. Ну, понятно, это я образно сказала. Если детям, то есть детям лучше разбавить водичкой. Водичкой. Опять же, дети же разные бывают, бывают маленькие, бывают там постарше уже, то есть здесь от возраста тоже очень много зависит вот эти нормы разные по употреблению сахаров. Замечательно. Смотрите, а по фруктам и ягодам? Вот сейчас лето будет много, домашние, там, яблоки, груши, у нас пойдут дачные, там, тут же ягоды, всё это есть. Ну, вот в каком... В каком количестве? В количестве всё-таки. Ну, я поняла, что нужно ориентироваться на организм. А есть какое-то, ну, к примеру, там, пару столовых ложек ягоды? А если мы едим ягоду, мы, например, сегодня вот поели только смородину, ну, нельзя, может, нельзя сегодня и малину, и смородину, или мы можем, там, чайную ложечку смородины, чайную ложечку малины и всего прочего. Ну, чайную ложечку. Ну, я образно, может, мы разных ягод хотим поесть и себе там. То есть, опять же, смотрим на ваши ощущения. То есть, если ваш организм нормально реагирует, то вы употребляете, ну, я не буду говорить, что столько, сколько хотите, там, до отвала. То есть, когда мы едим какого-то продукта сильно много, мы вытесняем всё остальное, как бы, из нашего рациона, что не есть хорошо. Вот есть рекомендация 3-5 порций овощей и фруктов в день. То есть, вы можете спокойно в каждый приём пищи что-то съесть, либо какие-то овощи в салате, либо просто так. То же самое с фруктами. Но дозу вот эту определяем мы каждый сам для себя. То есть, как вы будете это переваривать, то есть, как ваше тело на это будет реагировать. Ягоды можно смешивать, пожалуйста, какие вы хотите. Единственное, что когда вы что-то смешиваете, вы не отследите вот ту самую реакцию. Если вдруг что-то пошло не так, вы не поймёте, на что реакция была. Вот так. Поэтому одиночно, да? Могу сказать, что вот из того, что растёт у нас, к сожалению, яблоки, груши, абрикосы, вот эта вся история, это очень высоко газообразующие фрукты. Поэтому тут смотрите, как вы на них реагируете. Если вам всё хорошо, ешьте ради бога. Просто фруктоза, которая находится в фруктах, это вот тот самый натуральный сахар, считается. Вреда в ней нет, она как бы нам тоже нужна. Но если чрезмерное употребление будет, то вы просто нагрузите свою поджелудочную железу. И с учётом того, что поджелудочная железа – это очень важный орган, который, к сожалению, никак ничем не меняется. Если можно печень пересадить, почку пересадить, то с поджелудочной железой такого не получится сделать. И без неё мы просто жить не сможем. Поэтому бережём свою поджелудочную железу, летом не злоупотребляем. Анна, скажите, как не сорвать желудочно-кишечный тракт летом? Ну вот мы, собственно, про это сегодня и говорим. Какие фрукты? Что ещё не надо делать? Не употреблять много жирных продуктов, с алкоголем аккуратно. Как вы относитесь к окрошке? К окрошке я отношусь в последнее время… С точки зрения нутрицалки. В последнее время я к ней отношусь нейтрально. Потому что вот вроде там такие продукты насыщающие достаточно, да, яйцо, и картофель, и мясо, либо колбаса. Но вот для меня это пустая еда. Вот её вроде поел, через полчаса ты опять хочешь есть. То есть она как-то не насыщает. А почему так происходит? Потому что жидкая? Ну она не настолько жидкая. Ну по сути, да, у нас наполнение. Почему так происходит? Ну вот есть такое мнение, и с этим сталкиваешься в жизни, что она не насыщает. То есть вроде там столько всего, а толку ноль. Яйца, там мясо, либо колбаса. Ну это вот всё такое смешанное получается. И опять вот эта вся история с луком. Лук, кстати, с чесноком тоже очень сильно влияет на это газообразование. Вот, квас опять же, да, то есть кому-то заходит… Кто-то с квасом, кто-то с кефиром, кто-то с лимоном, но там сейчас 100-500 вариантов можно заправки найти. То есть здесь опять же, если вы любите и вам нормально, ешьте. Ну вот я честно скажу, раньше я её очень любила. Сейчас в последние года три, наверное, вообще я её не готовлю, и никто дома не ест у нас. То есть в моей семье, допустим, предпочитают, чтобы просто были овощи нарезанные отдельно, без всякой мешанины. То есть просто если какой-то соус, то отдельно кому надо, тот берёт. Ну вот нам так больше нравится. Но у каждого свои предпочтения. Я вас немножко перебила. Мы говорили о том, как не сорвать ЖКТ летом. Вот. Ну вот лето у нас что такое? Это пора отпусков, шашлыков, встреч с друзьями, отдых и так далее. Да, и, как правило, алкоголь, вот он, тут присутствует в основном у всех. Как он влияет на ЖКТ? Он влияет, в принципе, на всё очень плохо. Ну на весь организм. Да, то есть безопасной дозы алкоголя, к сожалению, нет. То есть есть определённые нормы, ну такие условные, да, там женщинам не больше 10 грамотанола чистого, там, боюсь наврать, ну, по-моему, в день. Это, примерно, там, бокал вина, там, бутылка пива. Ну, то есть это немного. Но, честно, скажем, да, что мало кто пьёт в таких количествах. И летом вообще, когда очень жарко, ещё и алкоголь, это не только ЖКТ можно сорвать, это можно, в принципе, здоровье своё угробить. Поэтому я не запрещаю никогда, потому что все взрослые люди каждый выбор делают сам, да, вот клиенты приходят, но мы стараемся ограничивать. То есть стараемся как-то вот от этого уходить. А почему именно летом алкоголь, говорите, так? Потому что жарко, и так сосуды все расширяются, вот это всё состояние такое. Не все жару хорошо переносят. Если ещё шлифануть это каким-то алкогольным напитком, то можно прям себе сильно навредить. Ну, то есть если мы говорим, как не сорвать ЖКТ, ешьте поменьше жирного, побольше свежих овощей, которые вам подходят, пейте больше воды, старайтесь быть активными, потому что ЖКТ не любят у нас, когда мы сидим. Застой. И по динамию, да. Вот, старайтесь не нервничать, потому что стресс тоже у нас ЖКТ очень любит. Влияет, да? Влияет очень сильно. Хотя мы этого не осознаём, получается. Мы не осознаём, но влияние... А как это может проявиться? Ну, там диарея, понятно, к примеру, говорят, перенервничать. Ну, бывает по-разному, бывает и поджелудочная железа. То есть какой-то воспалительный процесс может начаться? Вы просто не свяжете это потом никак. То есть вот у вас всё было хорошо, а потом хоп, и всё сломалось. И вы не понимаете, почему. А если отмотать назад, то можно найти причину, и, возможно, это был какой-то стресс. То есть он может быть любой. На работе, в обществе, в мире, то есть кто-то с ребёнком. Ну, то есть любой. То есть какой-то прям прямой связи вы не увидите. Но если только не так, что вот стресс сейчас, и у вас сразу какие-то проблемы начались. То есть обычно это всё с течением времени происходит. В общем, стараемся не нервничать, и всё будет хорошо. И прислушиваться к организму. Да, это очень важно. Не навязывать пищу, которая прям уж совсем не нравится, стараться подбирать полезную, но ту, которая действительно придаст удовольствие. Стараться подбирать ту, которая вам нравится, которая вам вкусна. Потому что действительно пища, там много, разные овощи, разные фрукты. Наверняка можно подобрать что-то своё, то, что будет вкусно. Вот у людей, у которых есть проблема со стороны ЖКТ, именно вот вздутие, то есть со стороны кишечника, да, вот связанное как раз с этими фудмап-веществами, если открыть диету, то есть диета – это медицинский прям термин, да, то есть это то, что направлено на лечение. Когда открываешь диету сначала, думаешь, господи, ну что же есть, ну что же есть, и это нельзя, и это нельзя, ну как же жить? А потом открываешь те продукты, список, которые можно, которые не содержат такого большого количества этих газообразующих компонентов, и понимаешь, что можно прекрасно жить и полноценно сбалансированно питаться. Только проблема в том, что мы привыкли есть салат из огурцов и помидоров. И больше ничего. И больше ничего. Шаг влево, шаг вправо, всё, расстрел. Многие боятся даже пробовать какие-то новые продукты. Их ведь очень много, и овощей, и фруктов, которые можно сочетать. Ну, поэтому я рекомендую, пробуйте, не бойтесь. Если особенно куда-то едете отдыхать, старайтесь прям максимально познакомиться с какими-то новыми вкусами. Например, вот соль, да, вредная, казалось бы. Ну вот если взять мясо, например, да, оно само по себе безвкусное. То есть за счёт чего вкус появляется? За счёт вот этой корочки и тех специй, в которых мы это мясо маринуем. И вот чтобы минимизировать, например, соль к мясу, к рыбе, к тем же овощам, можно добавлять специи разные, лимонный сок, какие-то приправы. То есть это будет давать определённый вкус, и солёный вкус в том числе будет как бы ярче выражен. И вы просто минимизируете употребление именно самой соли вот таким способом, как вариант. Замечательный лайфхак. Ага, Анна, давайте немножко мы питьевой режим затронули, но подытожим, да, то есть всё-таки летом, да, важно пить только воду или ещё какие-то другие жидкости всё-таки будут восприняты организмом, как чистая питьевая вода. Если это минеральная вода, да, ханкуль. В принципе, минеральная вода допускается в рационе, единственное, что... Как альтернатива? А? Как альтернатива обычной воде? Нет, нет. То есть вот если говорить вообще про питьевой режим, мы уже говорили об этом, да, что лучше пить просто чистую воду, просто чистую воду. Но не все её любят. Не можете пить чистую, как-то её разнообразить. Минералка вполне себе допустима для употребления, но вы же понимаете, минеральная вода содержит определённые минералы, поэтому она и минеральная. Соответственно, много пить её нельзя. Тоже нельзя. Да. Стакан в день, ну, там, полтора-два. То есть минеральная вода бывает разная, то есть для разных целей. Обычно она лечебная, да, то есть какой-то эффект она несёт в себе. Поэтому, опять же, если любите, иногда можно. Конечно, пожалуйста, морсы, компоты, вопросов нет. Главное, чтобы там не было много сахара. Ведь наш организм получает не просто воду, ему важна, в принципе, жидкость, которую мы в себя, как бы, вливаем, да. И жидкость содержится не только в жидких напитках. И овощи, и фрукты тоже жидкость содержат. Поэтому, если говорить, в принципе, об употреблении жидкости, то любые продукты могут быть. Но для утоления жажды и летом для поддержания нашего водного баланса лучше всё-таки отдавать предпочтение чистой воде. Давайте поговорим про режим дня летом. Каким он должен быть? Можно ли его нарушать? В летнее время всё-таки отпуска, как-то более расслабленный. Ой, больной вопрос для всех. На самом деле, это так же, как вот первый вопрос у вас был, да, какие продукты летом лучше есть или не есть. То есть, вот, то же самое с режимом. Нет определённого какого-то режима в зиму, в осень, в весну или в лето. Нашему организму вообще всё равно. То есть, по-хорошему, режим должен быть один. Неважно, лето это, зима или весна. Летом немножко сложнее в том плане, что у нас очень поздно темнеет и очень рано рассвет. То есть, короткий такой период темноты, когда вот, ну, спать комфортно. Но, если у вас есть привычка ложиться в одно время и вставать в одно время, это очень классно. Потому что организм не знает, что у вас сегодня суббота или воскресенье. И когда вы нарушаете вот этот режим свой, именно со сном связанный, у вас немножко идёт сбой. Поэтому желательно, желательно вот как-то этот режим соблюдать всегда. Ну, а там как получится уже. Ну, опять же, если вы, понимаете, если вы в отпуск ушли на две недели, вам потом ещё две недели надо восстановиться, если вы не в режиме были. То есть, это же тяжело. И ещё, смотрите, если мы, ну, нарушаем режим, например, спим до обеда, мы пропускаем завтрак, и получается, что мы, ну, пока встали туда-сюда, и уже у нас завтрак плюс обед. Хорошо это или плохо? Завтрак пропущен? Ну, если это разовые такие ситуации, то ничего страшного. Просто вам тяжело возвращаться потом к нормальному ритму. Если вы проснулись и не хотите есть, да ради бога. Но обычно так бывает, когда человек переел вечером. То есть, вот такое... У него насыщение с утра ещё остается. Да, то есть, он с утра ещё просто не проголодался. Поэтому и есть рекомендация не ужинать там хуже, чем за 3-4 часа до сна. А если получилось так, да, что, может быть, был праздник какой-то или ещё что-то, и утром человек проснулся, а есть не хочет, не надо заставлять, там, вот, надо позавтракать обязательно на яичницу или кашу какую-то? Нет, нет. То есть, организм ещё занимается вечерними продуктами? Ну, условно, да. То есть, как бы, если... Вообще себя заставлять не надо. То есть, если вы не голодная, зачем себя насиловать? То есть, ну, проголодаетесь, поедите. Конечно, желательно для нормальной работы ЖКТ, чтобы у вас приём пищи был примерно одинаковый. Ну, как в одинаковое время, одинаковый по размеру. Особенно это касается тех, у кого удалён, например, желчный пузырь. То есть, у них вообще питание в идеале дробное, регулярное, то есть, определённые порции. И, как правило, после того, как им делают операцию, у них проходит реабилитация примерно там месяц-два, они все вот так вот питаются. Потом отлегло, всё вроде нормально, ничего не болит, и всё, во все тяжкие опять пустились. И, как бы, ну, вредим сами себе. Поэтому встали утром, не хотите есть, не ешьте, не надо себя насиловать. Но для того, чтобы утром захотеть есть, не надо наедаться на ночь. А вообще, конечно, в идеале, когда вы просыпаетесь, позавтракали нормально, хорошо, полноценно, и пошли в свой трудовой день. Когда люди нормально утром едят, у них, как правило, не возникает в течение дня желания что-нибудь перекусить, что-нибудь там покусочничать, да, вот такого плана моменты. Поэтому три полноценных приёма пищи, они должны быть. Перекусы по необходимости. Здесь, опять же, нужно смотреть на ваше состояние, здоровье. Вот. И на то, какие промежутки у вас между основными приёмами. Мы, по-моему, в прошлый раз про это тоже говорили. Вот. Чем больше промежуток, тем вы потом больше съедаете. У нас остаётся 6-7 минут до окончания эфира. Хочется посвятить вот эти минуты последнему вопросу. Заготовка ягод и овощей. Есть ли смысл впрок? Это делать какие есть нюансы, сроки годности, потери витаминов и так далее. Давайте поговорим немного. Да, хороший такой вопрос. Смысл, конечно же, есть. Потому что, особенно когда свой какой-то огород, да, если есть возможность, заготовки делайте. Единственный нюанс, что когда вы делаете заготовки, нужно правильно это делать. Конечно, если мы берём промышленные заготовки, то шоковая заморозка, она как бы предпочтительнее, чем наша обычная, традиционная. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Обычная морозилка тоже подойдёт. Но, вот вы сделали, например, заготовку каких-то ягод, обязательно подпишите, то есть, когда это было сделано. Потому что есть такой миф, что замороженные продукты не портятся. Неважно, там, ягоды, фрукты или, там, мясо, рыба, да. А на самом деле это не так. То есть, заморозка не останавливает процессы внутри продукта, она немножко, ну, как бы их притормаживает. Соответственно, у таких продуктов тоже есть срок годности. У нас и как часто бывает, в это лето урожай, ягод заморозили, и вот они лежат. Да, они лежат полгода, мы про них к лету вспомнили, а тут уже свежие подошли ягоды. Мы такие, а ладно, пусть лежат. Мы начинаем есть свежие, а эти лежат. Но у них срок годности уже год почти, и такие уже лучше не употреблять. То есть, у любых продуктов есть определенный срок годности. На это обращать внимание обязательно. То есть, заморозили, и надо стараться съедать в течение зимы, весны, чтобы к лету мы уже освободить ее. К лету уже морозилка была пустая. Причем, у разных овощей разные сроки. То есть, не все хранятся там, ну, полгода или 8 месяцев, например. Какие-то хранятся 3-4 месяца. А какие? Я сейчас не вспомню так. Если я не ошибаюсь, баклажаны, например, перец. Вот это все желательно там через 3-4 месяцев съесть. Помидоры подольше, да? Ну, помидоры – это такой овощ, который в заморозку не очень хорошо, наверное, пойдет. Он очень водянистый. Ну, это да. Ну, это уже потом, если, я не знаю, может, для поджарки, если только используются. Ну, может быть, да. Ну, как бы, в принципе, замораживать можно любую еду. Не только вот заготовки. А ягоды? Ягоды тоже можно. Ну, вот там по срокам тоже нажилось. Любые, любые. Всегда должен быть срок. И что касается витаминов, конечно же, какая-то потеря будет. Какой-то процент будет потерян. Но в любом случае не все. Но это лучше, чем пропадет. Это лучше, чем вообще ничего не есть. То есть это лучше достать замороженную, там, малину, клубнику, голубику, я не знаю, там, у кого что зимой и положить в кашу, либо сварить компот, чем вообще никакие ягоды зимой не употреблять. То есть, потому что там в любом случае что-то осталось. Если это варенье или компот, польза такая минимальная уже довольно-таки. Минимальное варенье, смотрите, мы же когда обрабатываем термически, мы же варим это, да, то есть там практически витамины разрушаются, очень большая часть. И получается, что это просто ягода, ну, условно, да, там есть микроэлементы, они не разрушаются. Понятно, что какая-то польза присутствует, но плюс сахар, его там дофига больше, много, да. Поэтому, ну, вот варенье, иногда... В качестве лакомства. Я ничего не запрещаю. В качестве лакомства, да, у десерта? В качестве лакомства иногда куда-то там булочки многие пекут, там, с блинчиками, с сырниками, то есть какая-то небольшая часть, пожалуйста. Компоты тоже самое. Компоты тоже самое. Ромашние вот в баночках, которые... Да, да, да. То есть старайтесь просто не злоупотреблять. Угу, непонятно. Хочется подытожить в конце эфира, то есть всё-таки шашлыки есть хорошо, но кушаем их в меру. Побольше овощей зелени. Всё хорошо в меру. Шашлыки, напитки, любые овощи, фрукты. Главное, чтобы вам было вкусно, чтобы это не вытесняло вообще целиком другие группы продуктов. Из вашего рациона. Чтобы вы не ели одни шашлыки всё лето. И не запивали это всё морсом или компотом, в лучшем случае. Вот. Разнообразие наше всё. То есть баланс нужно сохранять. Да, следим за разнообразием. Рационально, чтобы питание было не нервничаем. Не нервничаем и уделяем внимание ещё срокам годности и безопасности пищевой, чтобы не было отравлений. Вы имеете в виду сроки годности на чём? Ну вот, например, те же шашлыки или салаты. Вот что вот такое. То есть приготовили, съели. Ну вот если у нас осталось вечер, остался шашлык. Можно мы его утром доедим? Можно. Ну, иногда он. Ну, опять же, чтобы это не лежало в холодильнике очень долго. Вообще, если какие-то остаются остатки, да, по идее, их можно заморозить. А, кстати, да, хорошая идея. Потом достаёте. Единственный такой нюанс, когда размораживаете, размораживаете всё это не на столе, а в холодильнике, например. То есть, чтобы это постепенно происходило. Резко не шокировать продукты с морозилки. Ну что ж, мы на этом завершаем наш эфир. Анна, спасибо большое, что пришли к нам. Было очень интересно, познавательно и очень актуально. Потому что всё лето уже буквально скоро вступят свои законные права. Будем ещё больше есть шашлыки, будем кушать уже зелень, овощи с грядки, ягоды, фрукты. Замечательная пора. Спасибо вам. Хорошего вечера. Приходите к нам ещё. Вам, говорю, не переключаться. Скоро встречать будем новых гостей в студии.